Сегодня мы пройдем с вами 21 урок И мы с вами поговорим про официальную речь Как мы можем общаться, используя официальную речь И начнем, конечно же, с диалогов Посмотрим с вами на первый диалог Я сотрудник, который работает в корейской компании Обращаю ваше внимание на причастие настоящего времени Показатель нын говорит о том, что это причастие настоящего времени А теперь давайте вместе с вами прочитаем и повторим 제 이름은 Антони입니다 Россия 사람입니다 Перейдем ко второму диалогу Меня зовут Люба, я студентка Мне 23 года Теперь тоже давайте попробуем с вами повторить Я буду читать предложение, а вы за мной повторяйте Я надеюсь, у всех все получилось Давайте идем дальше Мы теперь с вами поговорим про разницу нейтрального стиля и официального стиля Уверена, что все вы знакомы с окончанием глагола связки И давайте посмотрим, как же будет меняться в официальной речи глагол-связка Ида Моео переводится как что это Нугуэо, кто это То есть здесь очень важно нам вспомнить именно глагол-связку, которая переводится как есть И в официальном стиле глагол-связка Ида будет звучать как МОСИМНИКА Нугуэмника Не забываем, что в вопросе мы обязательно меняем МНИДА на МНИКА Вот это окончание не забываем А теперь посмотрим на официальную речь и на нейтральную И сравним Нугуэо, кто это И в официальной речи будет Нугуэмника, кто это ЧЕ ЧИНГУЕЙО, это мой друг Посмотрим на официальный вариант ЧЕ ЧИНГУИМНИДА МОЕО, что это? МОСИМНИКА Что это, но уже в официальной речи КИМПАБИЕЙО, это КИМПАБ КИМПАБИМНИДА ЧИНГУЕЙО, это друг И смотрим на официальный вариант ЧИНГУИМНИКА АНИО, КАДЮГИЕО, нет, это СЕМЬЯ АНИМНИДА, КАДЮГИМНИДА И смотрим на последний вариант здесь НУГУСЕЙО, кто это? СЕЙО говорит про вежливый стиль Когда мы вежливо с вами относимся о том, о человеке, о котором мы говорим НУГУСЕМНИКА, кто это в официальной стиле речи САЗЯНГНИМИСЕЙО, это директор Опять же, ИСЕЙО говорит о том, что мы используем официальную, не только нейтральную стиль, но вежливую форму САЗЯНГНИМИСЕМНИТА, это директор, но уже в официальной форме И теперь посмотрим на такие мини-диалоги с использованием официальной речи Это больница, в которой я работаю Опять же, обращаем с вами внимание на ИРАННН, это причастие настоящего времени Мы понимаем это по показателю НУГЛОГОЛОК первой основе Существительное стоит после дополнения, от которого задаем вопрос В больнице какой? В которой я работаю? Второй диалог Когда день рождения у Минсу? И добавляем глагол-связку в официальной речи Мой день рождения на этой неделе в субботу Микки, какое у тебя хобби? Видим в конце с вами вопросительное слово То есть хобби есть что Задаем именно таким образом вопрос Мое хобби – спорт Ундон – спорт И добавляем глагол-связку в официальном стиле И посмотрим на еще ряд диалогов Сначала прочитаем, переведем И попробуем это повторить Здравствуйте Приятно познакомиться Вы откуда приехали, Люба? И теперь читаем и вместе повторяем 안녕하십니까? 만나서 반갑습니다 Люба 씨는 어디에서 왔습니까? И переходим ко второму диалогу Я тоже приехала из России Извините, но как давно вы учите корейский язык? То есть мы просим, задаем какой-то вопрос и дальше даем понять, что будет продолжение речи Извините, Антон, но как давно вы учите корейский язык? А теперь повторяем Продолжаем дальше Здесь мы тоже будем уже с вами сравнивать нейтральный стиль и официальный Но уже на примере таких предложений И какие у нас могут быть ответы, возможные с вашей знакомой грамматикой и лексикой? Я пью кофе Попробуйте сделать это самостоятельно, но используя официальный стиль речи И теперь вместе И как же это будет в официальной речи? И как же это будет в официальной речи? Делает фотографию кто-то Вы гуляете с семьей Тоже попробуем самостоятельно проговорить официальный вариант И проверяем И последнее Это на самом деле официальный вариант именительного падежа То есть здесь мы показываем, что мы уважаем бабушку, именно поэтому мы его добавляем Это вежливая форма глагола Так как мы говорим про бабушку, мы используем именно его И смотрим на официальный вариант И давайте теперь посмотрим на примеры Я надеюсь, вы их самостоятельно сделаете И мы их проверим вместе У нас будет в скобочках определенный глагол в начальной форме Его нужно будет поставить в официальную форму Либо в утвердительной форме, либо в вопросительной В зависимости от того, что мы с вами увидим в наших диалогах Смотрим, например Соответственно, в вопросе мы берем с вами первую основу Она заканчивается на гласную Именно поэтому здесь появляется окончание И ответ Я занят, так как у меня много дел в последнее время Прилагательное в начальной форме Мы тоже сначала выделяем первую основу Видим, что первая основа заканчивается на гласную Именно поэтому в официальном стиле появляется окончание И теперь посмотрим с вами И уже сравним ваши варианты Что вы делаете по выходным Глагол делать Что вы делаете в официальном стиле речи Обычно я отдыхаю дома Глагол сюда отдыхать Выделяем первую основу Видим, что на гласную заканчивается И добавляем окончание Второе Сегодня погода в Сеуле хорошая И ответ Очень жаркая погода Жаркий И в данном случае первая основа топ Заканчивается на согласную Именно поэтому у нас окончание уже появляется Сымнида Третье Во время отпуска Куда вы ездили Кота Съездить куда-либо Здесь у нас уже есть прошедшее время Мы к показателю прошедшего времени Добавляем окончание официального стиля речи Касымника Куда вы съездили во время отпуска И ответ Я съездила в путешествие в Сеул Это куда-то съездить и вернуться То есть где-то побывать И четвертое Антон Си Ёдем Пялель Апсымника Антон в последнее время у вас ничего не происходит Апта Не являться Не быть Либо чего-то нет Тоже выделяем первую основу Которая заканчивается на согласную Именно поэтому мы видим с вами окончание Сымника И ответ В последнее время у меня Недавно у меня появилась подруга Сэнгетта Появилась Сэнгида Появляться Но здесь мы используем в прошедшем времени И уже непосредственно к показателю прошедшего времени Добавляем показатель официального стиля речи И теперь давайте с вами посмотрим на диалог в официальной форме про хобби У нас также есть Люба и Антон Антон Си Какое у вас хобби? Я часто хожу на рыбалку с папой А у вас Люба какое хобби? Я учусь в Сэчжунхактан Я учусь в Сэчжунхактан В последнее время я изучаю корейский язык в центре Сэчжун 한국어 공부가 재미있습니다 А изучение корейского языка интересно Теперь я буду читать по предложению и попрошу вас повторять Антон Си И теперь посмотрим с вами на еще один диалог в официальной форме. Что вы делали во время отпуска, что вы делали в прошедшем времени в официальной форме? Я отправился в путешествие в Сеул. С кем вместе вы отправились? Я одна ездила. Поэтому сначала мне было немного страшно. Было страшно. Страшный начальная форма. Как вам было путешествие в Сеул? Путишествие в Сеул было действительно интересным. 한국 사람들은 친절하고, 교통은 별로였습니다. Корейцы были любезными, а транспорт очень удобным. Григо им всегда 아주 맛있었습니다. А еда была действительно очень вкусной. 여러분 수고하셨습니다. Увидимся с вами в следующих уроках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...